Спонсор программы фирма «Инвент Плюс» предлагает все для рассады, оптом и в розницу. В Кустана и в Затобольске, в садово-огородных центрах «Усадьба», в магазинах «Дачник» и «Радуга». Телефон для справок 22 56 37. Здравствуйте. Здравствуйте, с вами программа «Владу с природой». Женя, ты помнишь, в прошлый раз мы с тобой ходили в садово-огородный центр «Усадьба» для того, чтобы выяснить, какие типы грунтов предлагают в этом магазине для дачников, для выставки рассады. Ну, конечно, помню. Это было буквально вот в прошедшей передаче. Ну, понятно, что грунт – это не единственное, что потребуется огороднику, чтобы вырастить хорошую собственную рассаду. И что еще для этого потребуется, мы сегодня и выяснили, вновь посетив садово-огородный центр «Усадьба». Аня, в прошлый раз мы с вами говорили о грунтах, которыми можно пользоваться при высевании рассады. А теперь давайте поговорим о том, что же этим грунтом наполнять, где именно, в какой посуде выращивать. Закон природы гласит, что урожай закладывается в первые дни роста растений, то есть в рассадный период. И для получения здоровой коренастой рассады нам нужно ее устроить с максимальным комфортом и удобством. Не ее, вернее, а сеянцы. Поэтому для этого мы рекомендуем пользоваться кассетами для рассады. Вот они у нас здесь. Выбор самый разный. Разных видов, разных размеров. А вот от чего зависит размер каждой кассеты? Это от культуры, насколько она крупна, от семян, для чего? Да, в зависимости от того, что мы хотим посадить. То есть для мелкосемянных культур ячейки более мелкие идут, для крупносемянных более крупные. Для петунии подойдут вот такие вот ячейки для рассады, потому что у нее очень мощная корневая система. Это на 50 кубиков, да? Да. Если будет мельче, то придется делать перевалку. Ну, вот в такой кассете взошедшая рассада может продержаться, в общем-то, до высадки в постоянном месте? Это место жительства, и очень хорошее качество этих кассет в том, что не повреждается корневая система при пересадке, что обеспечивает практически стопроцентную приживаемость растений. Вот еще один такой шкурный вопрос. Сколько сезонов могут прослужить эти кассеты? В зависимости, как пользоваться. Если мы вдруг приехали на дачу, высадили и забыли про них, положили где-нибудь на санцепеке, то, конечно, они прослужат недолго. Их нужно обязательно убрать, сложить. Можно даже продезинфицировать для профилактики. И доставать только по мере надобности на следующий год. Ну, вот кассеты, они достаточно много места занимают. То есть это хорошо для тех, у кого есть где их расставить. А вот если нужны более компактные емкости, что вы можете предложить? Более компактные, но это наши хорошо известные ящики для рассады. Большего объема и в длину они побольше, подлиннее, что характерно для подоконников. То есть куда можно высевать, но они все равно потребуют дальнейшей пикировки. Да, совершенно верно. А во что пикировать? Во что пикировать? Можно пикировать в стаканчики в обычные. Самый простой вариант. Еще хочу предложить такой вариант. Это торфотаблетки. Вот таких два вида их у нас. Одни побольше, другие поменьше. Я знаю, что вот такие торфотаблетки, они очень хороши для мелкосемянных культур, особенно для цветочных. Вот таких, как та же петунья, ну, душистый табак, я не знаю, выращиваю. Хотя, в принципе, тоже можно высеять рассадой. Да, здесь семечко лежит надежно в своем ложе, не смоется ни водой, ничем. Перед применением их нужно на 15-30 минут замочить в воде. Можно добавить стимулятор роста какой-нибудь, но можно этого и не делать, по желанию. Затем вот эта вот пленочка синтетическая, ее снимать не нужно. Она предохраняет таблетку от рассыпания. Ну, я знаю, что у субстрата, из которого эти таблетки изготовлены, есть особенность, он быстро пересыхает. Как уберечь рассаду от гибели, от пересыхания? Для начала мы ставим эти таблеточки, как вот они у нас готовы уже, мы их ставим в контейнер для рассады, либо вот в ячейки, в кассетные ячейки. Может даже пригодиться вот такой обычный лоток для салатов. То есть как-то мини-тепличка такая. Да, наливаем на дно где-то полсантиметра воды, ставим наши таблеточки, набухшие уже. Вода практически сразу впитывается. Ложим семена, закрываем крышку. И затем, когда семена прорастут, мы начинаем ее постепенно открывать каждый день, давая рассаде привыкнуть к окружающим условиям. То есть нельзя сразу убрать крышку и отложить ее? Нет, нельзя. И следим в дальнейшем за водным режимом. Чтобы таблеточки наши не пересыхали регулярно, поливаем их в поддон желательно. С добавлением уже какого-то удобрения, подкормки для рассады. Кстати, вот когда следует начинать подкормку? Вот на упаковке с брунтом написано, что они содержат полный набор удобрений, но естественно, что он не нескончаемый. Когда-то иссякнет вот этот набор. Когда следует подкармливать рассаду? Ну, рассада подкармливается в фазу первого настоящего листа и затем в дальнейшем раз в неделю, раз в 7-10 дней. То есть для того, чтобы она была крепкой, необходимо постоянно подкармливать? Можно подкармливать, да, потому что не хватает им элементов, тех, что содержатся в почве. Ну и вот еще у вас на витрине лежат мешочки с интересным содержимым. Это вермикулит и перлит. С какой целью их можно применять? Вермикулит используется в качестве мульчи сверху, чтобы почва не пересыхала, так как дома у нас достаточно сухо. И для этого нужно посыпать вермикулитом. Можно посыпать, по желанию. Перлит – это как разрыхлитель идет. Вот разрыхлитель, если почва слишком плотная, допустим, мы взяли ее, заготовили, но у вас на участке суглинистая почва. Для того, чтобы ее как-то разрыхлить, добавляют агроперлит. Но это нейтральный материал или он содержит питательные вещества? Нет. Ну вообще тут есть питательные вещества, но в малом количестве. То есть в основном он так вот для того, чтобы… Разрыхлить почву, сделать более лучшую структуру, да. Аэрация почвы, чтобы была не нарушена. Это очень важно для корней растений. Что касается подкормки молодой совсем рассады, какие удобрения лучше использовать? Брать ли вот то, что продается килограммами, комплексные удобрения, ту же мочевину или аммофоску, или лучше использовать специальные? Для подкормки рассады, конечно, лучше использовать специальные удобрения рассадные, так как в нем щадящий состав содержится. У растений у нас еще слишком маленькие, и вдруг передозировав мочевиной… Можно сжечь. Можно сжечь просто, да. И вот я хочу предложить для подкормки такое удобрение, подкормка «Фертика люкс» называется. Это водорастворимое удобрение, и его расход сравнительно небольшой. Всего одна столовая ложка разводится на 20 литров воды. На два ведра воды? На два ведра воды, да. То есть хватит несколько раз полить, рассаду получается? Да, а что мы получаем потом? Хорошую рассаду, которая имеет насыщенный здоровый цвет, и достаточно хорошую корневую систему. Ну, а то, что для молодой рассады, вот недавно только взошедшей, очень важно сохранить свое здоровье именно в таком юном возрасте, это очень важно для получения урожая. Я по себе знаю, что те же огурцы, если вдруг они заболели в маленьком возрасте, но подстыли где-то, может быть, не подмерзли, но находились в прохладе, или не допалили их, то хорошего урожая с этих кустов уже не получить. Как ни старайся. Урожай будет, конечно, меньше, нужно обязательно как-то сдернуть его с места, чтобы он рос, для этого нужна подкормка. То есть, как и у человека, здоровье его растений надо беречь с молодым. Да. Еще есть препараты такие, как удобрения, такие как агрикола, тоже достаточно давно мы ей торгуем уже. Она есть в разных направлениях, для цветущих растений, для комнатных и для овощных. Это вот непосредственно для рассады овощей и цветов. Ну, и такой вот крепыш. Водорастворимое тоже удобрение со всем комплексом необходимых микро- и макроэлементов, нужных для рассады. И еще такой вопрос. Очень часто огородники сталкиваются с такой проблемой. Вроде бы все нормально, и подкармливаешь, но рассада вытягивается. Видимо, не хватает естественного освещения. Вот, может быть, температурный режим. Какие условия необходимо соблюдать для рассады, чтобы она не тянулась? Ну, рассаду необходимо выращивать, желательно, на тех окнах, где целый день есть свет. Но если такой возможности нет, можно использовать вот такие препараты, атлет и крепень. Это для того, чтобы рассада не тянулась. То есть они замедляют надземную часть, рост надземной части, и больше... А корневая растет? Да, и больше идут на корневую систему. Каким образом его используют? Так. Полив. Его разводят на один литр и 30 миллилитров под одно растение. Его норма. То есть его поливать под корень можно? Да. Можно под корень, можно опрыскивать по листьям, работать им. Также и крепень. Ну, одним словом, здесь, в садовом центре усадьба, есть все для того, чтобы высеять рассаду и надлежащим образом ухаживать за ней до того момента, когда она переселится в открытый грунт. Да, Александр Михайлович, в наше время столько всяких подручных материалов, неподручные даже их назвать, выпускают для... Как вот назвать эти материалы? Я не знаю. Все вот эти кассеты, таблетки. Ну, в общем, сейчас-то настолько все удобно, доступно, что, наверное, и новичок справится с выращиванием рассады. Хотя, вот я думаю, что все-таки, несмотря на все это, рассаду вырастить не так просто. Чуть-чуть не долил, все, она засохла. Перелил, черная ножка. И еще многие, конечно, выращивают рассаду по старинке, беря грунт осенью с грядки, не обеззараживая его. Но бывает очень обидно, когда вот такая молодая крепкая рассада вдруг начинает падать. Та же самая знаменитая пресловутая черная ножка. Чуть-чуть упала температура, чуть-чуть перелил рассаду, и она начинает гибнуть и падать буквально на глазах. А все очень просто. Почва была не обеззаражена. Поэтому, я думаю, не стоит пренебрегать достижениями современной науки и использовать небольшие и, я бы сказал, не очень дорогие средства для защиты своего будущего урожая. Ну, я считаю, что если человек захотел что-то сделать, да, вырастить эту рассаду, он и без вот этих всех приспособлений сможет это сделать. Главное, мне кажется, это любовь и большое желание. Конечно. И причем это во всем, вот не только к рассаде, мне кажется, относится. Конечно. Вот, например, можно рыбу ловить, к примеру, да, вот накупить всяких там приспособлений. Сейчас есть всякие водолазные костюни, не водолазные, как они называются, сношения для дайвинга, какие-то там приспособления, вот эти вот удочки всякие. А можно просто взять вот такую вот палочку самому выстругать, и то же самое ты такую же рыбку поймаешь. Ох, я в этом сильно сомневаюсь. Почему? Ну, поскольку речь зашла у нас с тобой о рыбной ловле, давай о ней и поговорим. Вот буквально в прошлое воскресенье на котлование в районе комбината железобетонных изделий проходили городские соревнования рыболовов-спортсменов по подлёдному лову. И там собралось немало желающих. И те, кто хотел наловить рыбы, несмотря на... Просто посмотрите. А, тоже там были. И те, кто хотел наловить рыбы, они наловили рыбы, несмотря на отсутствие или присутствие каких-либо... Ну, а это говорит ещё о том, что помимо просто желания, необходим ещё и мастерство, и, конечно, навык, и опыт. Ну, это во всём, мне кажется, это везде пригодится. Ну, давайте всё-таки окунёмся в эту атмосферу любителей подлёдного лова рыбы. Мы 10 лет подряд начали там, я не помню, с 20-ти, наверное, или 30-ти человек, уже достигли более 90 человек, будем говорить. Вот, приятно, что армия растёт рыбаков. Вот, хотелось бы всем, всем пожелать хорошего лова, здоровья вам, обогатиться и с наслаждением таким уйти, как говорит, с зарядом той природной энергии, получить себе внутрь и, как говорит, с удовлетворением уйти от этого, с этого мероприятия. В общем, удачного вам лова всем, чтобы независимо даже кто, кто-то поймает, кто-то не поймает, потому что у кого-то, может, даже тренировки начинаются в этом плане, как говорит, кто-то первый год вступил на этот лёд и участвует в этом мероприятии. Так что здесь просто чисто, как говорит, для себя, для души, для удовлетворения своей потребности. Вот, хотелось вам всем пожелать здоровья, успехов и всего самого хорошего. Возможно, найдутся такие, кто, глядя на любителя зимней рыбалки, скажет, ну, что за удовольствие сидеть часами на морозе в одной позе, ожидая улова, который может и не состояться. Но с ними категорически не согласятся участники нынешних соревнований и их единомышленники. Только в социальных сетях области зарегистрировано около трёх тысяч любителей подлёдного лова, считающих зимнюю рыбалку одним из лучших видов отдыха. И дело тут вовсе не в количестве пойманной рыбы, хотя каждый втайне мечтает наловить её побольше или вытащить огромный экземпляр. Азарт и страсть рыбака поймёт только рыбак, а мороз и ветер им совсем не помеха. Поодиночке и группами они регулярно выходят на лёд, чтобы в тишине побыть на природе, надышаться чистым морозным воздухом и даже помедитировать немного. Ну а когда выдаётся возможность собраться вот таким большим коллективом, общих тем для разговоров найдётся немало. Это и лучшие места для рыбалки, особенности лова разных видов рыбы, новинки рыбацкого оборудования и снастей, да мало ли ещё что. Потому соревнования и собрали почти сотню единомышленников, несмотря на то, что выбранный водоём заведомо считался не самым рыбным местным. Всё началось с того, что у нас есть вообще группа в соцсетях ВКонтакте, называется «Рыбаки Кустына и Кустынайской области». Вот, как бы, многие писали, давайте проведём соревнования, как бы, этот. Вот я решил взять в свои руки, как бы, сам. Тоже я любитель рыбалки, но, как бы, подлёдной рыбалки я обычно, ну, так не занимаюсь, ну, хотел собрать людей не только для того, чтобы кто-то показал своё мастерство, там. Поэтому просто собрать рыбаков вот с этой группы, все они находятся в группе, друг друга не видят, вот, а именно собрать для того, чтобы все познакомились. Ну, не все, конечно, нас там около, там, трёх тысяч. Самые, как говорится, явные любители, профессионалы здесь. У нас здесь присутствуют кандидаты мастера спорта, мастера спорта, которые представляют Кустынай не только на территории нашей республики, но и за пределами её. Нам хотелось просто собрать людей, вот, сегодня воскресный вечер, вот, мы практически месяц к этому потихоньку готовились. Правила проведения соревнований были приближены к соревнованиям республиканского и мирового уровня. Каждый из участников вправе был выбрать любое место в пределах выделенной акватории, пробурить несколько лунок, но одновременно использовать только одну из них. Не разрешалось использовать технические средства типа эхолотов. А вот, что касается снасти, насадки и прикорма, тут рыбаки не ограничивались. Впрочем, ухищрения, к которым прибегали некоторые из участников соревнований, мало помогали. И хотя везение не стоит исключать, главным всё же оказался опыт. Наибольшего результата добился Дмитрий Мысюк, входящий в десятку лучших рыболовов-спортсменов Казахстана. Именно его улов позволил выйти на первое место и команде «Пеликан», возглавляемой им же. Впрочем, рыбаки, не вошедшие в число призёров, и даже те, кого рыбацкая удача сегодня явно оставила, особенно не огорчились. Главный результат – новые знакомства, хорошее настроение и заряд бодрости. Ну а праздничная наваристая уха только закрепила эти впечатления. Александр Михайлович, а вот в таких соревнованиях может участвовать женщина? Абсолютно да. Ой, а можно, вообще будут ещё соревнования? Я вот хотела бы себя попробовать. Вполне возможно. Организаторы соревнований намерены провести ещё один вот такой конкурс по подводному лову рыбы уже в этом месяце. А, то есть вот прямо совсем скоро? Совсем скоро. Я надеюсь, что всё это у них получится. Ну а по поводу женщин, их не так много вот в такой мужской компании, но всё-таки есть. И на этих соревнованиях тоже была, правда, только одна участница. Какая смелая, молодец. Если эти соревнования состоятся, мы непременно побываем на них и расскажем о них нашим телезрителям. Ну а на сегодня наша программа подошла к концу. Увидимся ровно через неделю. До свидания. До свидания. Спонсор программы фирма «Инвент плюс» предлагает всё для рассады, оптом и в розницу. В Кустана и в Затобольске, в садово-огородных центрах «Усадьба», магазинах «Дачник» и «Радуга». Телефон для справок 22 56 37.